Друзья, всем привет! Вы на канале Майчу, с вами Макс и сегодня речь пойдет о миди клавиатуре от компании Arturia, моделька K-Lab 49 Mark II. У меня уже есть подобная клавиатура, только первого поколения, которая со мной уже на протяжении 10 лет, старушечка, но она меня полностью устраивает. И сегодня, попользовавшись Mark II, хочу поделиться своим мнением о ней. Давайте приступать. Arturia K-Lab 49 Mark II это полноразмерная миди клавиатура с 49 клавишами, которые, конечно же, чувствительной скорости нажатия. На борту также имеются 16 силиконовых пэдов, различные фейдеры, регуляторы, энкодеры и кнопочки транспорта. Перейдем к внешнему виду. У этой миди клавиатуры внешний вид привлекательный, отличный и минималистичный. Как и все устройства компании Arturia, эта моделька выполнена в белом цвете, ее тяжело спутать с кем-нибудь другим. А боковые вставки из дерева говорят о том, что это эталонная миди клавиатура. Несмотря на полноразмерные 49 клавиш, Arturia K-Lab 49 Mark II является компактной миди клавиатурой. Все элементы управления находятся на верхней панели, а ниже только клавиши и колесико питчбенда и модуляции. Arturia предлагает две цветовые гаммы, белая и черная, но белая, мне кажется, смотрится намного лучше. Что касаемо сборки, миди клавиатура собрана отлично, качество материалов превосходное. Клавиатура полностью выполнена из металла. Материалы качественные, все подогнано отлично, нет никаких люфтов, зазоров. Кнопки пластиковые с подсветкой. Энкодеры прорезиненные, так же как и фейдеры, поэтому ваши пальцы не будут прокручиваться, проскальзывать. Сами фейдеры плавные, с длинным ходом управления. Если подытожить, внешний вид меня порадовал. Клавиатура стильная, минималистичная. По сборке так же вопросов у меня не возникло. Устройство чувствуется эталоном и эта миди клавиатура впишется в любой интерьер. Что касаемо клавиш, они выполнены из пластика. В них применяется технология Arturia Pro Fill. Клавиши чувствительных скоростей нажатия. И могут передать как мягкую и деликатную игру пианиста, так и агрессивную подачу музыканта. Пэды у этой миди клавиатуры намного лучше, чем те, которые были у меня в модели Mark 1. Они из силикона, здесь их 16 штук. Пэды подсвечиваются, могут переливаться разными цветами. Для каждого может быть отдельный и собственный цвет. При пользовании этих пэдов на стукивание бита, либо же просто каких-нибудь сэмплов. Пальцы не проскальзывают. Упругости достаточно. И пэды также чувствительны к скорости нажатия. Кстати, эту миди клавиатуру вы можете приобрести у моего партнера. Musicion.ua Там много всего интересного. Не только миди клавиатуры, но и различные другие студийные приколы. Цены народные. Переходите. Рекомендую. А мы идем дальше. Давайте перейдем к комплектации. Миди клавиатура приедет вот в такой вот огромной коробке, где мы найдем саму клавиатуру. Ваучер для активации софта. USB кабель подключения. И USB-б развлеплитель. Что касаемо программ в комплекте. Артуря никогда не разочаровывала в этом плане. С миди клавиатурой будут доступны. Ableton Live Lite. Секвенсор для написания музыки. Analog Lab 5. Это библиотека с эмуляциями различных синтезаторов. Как винтажных, так и современных. Piano V. Это аж 12 разновидностей эмуляции игры различных фортепиан и роялей. И также в комплекте будут еще мелкие другие плагины. Для того, чтобы зарегистрировать нашу миди клавиатуру, нам нужно будет на сайте Arturia скачать Arturia Software Center. После этого скачиваем MIDI Control Center, где как раз таки обнаружится наша миди клавиатура. Будет доступ к тем плагинам, которые нам доступны. И мелкая настройка нашей миди клавиатуры. То есть назначение кнопок, изменение каких-нибудь мини каналов и так далее. Хочу быстро пробежаться по управлению и функционалу. Вообще, миди клавиатура это очень полезный инструмент в жизни музыканта, аранжировщика, звукорежиссера в студии. С помощью Arturia Keylab 49 можно прописывать как аранжировки, так и какие-нибудь автоматизации при сведении трека. Если вы музыкант, который гастролирует и играете вживую, эта клавиатура станет незаменимым инструментом в вашей работе. С помощью пэдов настучать бит. Если мы говорим про студию, то кнопками транспорта мы можем управлять нашей DAW и многое другое. В центре этой модели установлен LCD-дисплей, который достаточно плохого качества. Он уже устаревший, прямиком из 2007-го. Он абсолютно такой же, какой и был в первой ревизии Mark I. И я хотел бы, конечно, в Mark II увидеть что-то новенькое. Но так как я общаюсь с разными музыкантами и те, которые даже гастролируют, то они говорят, что такие LCD-дисплеи нужны для того, чтобы они были энергоэффективными. Если мы работаем от батареи ноутбука, либо же планшета. Поэтому, окей, ладно, потерпим это. Сам дисплей информативный. Он отображает различные пресеты, которые мы выбираем. Дает возможность видеть информацию по выбранным энкодерам, либо же фейдерам. Отображает кнопочки транспорта и многое другое. В левом нижнем углу, как раз таки от самой клавиатуры, расположились две ручки, уже привычные нам. Это Pitch Band и Mode. Pitch Band нам нужен для того, чтобы мы могли контролировать изменение тона. А регулятор Mode нужен для того, чтобы контролировать модуляционный эффект выбранного нами синтезатора. В этой миди-клавиатуре ручки Pitch Band и Mode выполнены из металла. И насколько это другое ощущение, как раз таки в отличие от пластика, мне очень понравилось. И я думаю, все, кто с этим столкнется, тоже будут в восторге. Рядом с этими регуляторами находятся, конечно же, кнопочки повышения, понижения и октав. Выше расположилась кнопочка Chord. Это функция, которая при удерживании кнопки и проигрывании вами аккорда, сохранит его. И вы сможете, отпустив эту кнопку, сыграть этот аккорд всего одной клавишей, первой нотой аккорда. И также рядом кнопочка Trans, которая отвечает за транспонирование нот. Выше расположились уже остальные кнопки, такие как Chord Memory, Pad, Chord Transpones, Midi Channel. Благодаря ним можно настроить пресеты или заготовленные звуки для пэдов. Полезная вещь для лайв-выступлений. При помощи Chord Memory можно привязать любой аккорд к пэду и воспроизводить его непосредственно на наших пэдах. Midi Channel дает нам возможность выбрать миди-канал и их нам всего доступно 16. Вправо от пэдов расположились кнопочки транспорта. Это Play, Stop, петля, перелистывание по плейлисту нашего секвенсора. А выше над ними расположились 10 кнопок, которые могут отвечать за те или иные функции вашей выбранной DAW. И их можно перепрограммировать в Midi Control Center. Также в комплекте есть еще, скажем так, матрицы, которые можно положить на миди-клавиатуру. Например, если вы работаете в Reaper, либо же в Ableton Live, либо же в Logic. И там уже на этих матрицах есть название и расположение кнопок, за что кто отвечает. Думаю, на видео вы увидели. Возле дисплея расположился огромный энкодер, благодаря которому мы можем перелистывать наши пресеты в DAW в браузере, либо же в Analog Lab щелкать пресеты. Также есть кнопки, которые отвечают за выбор работы миди-клавиатуры. Есть три режима. Это DAW, это Analog Lab и User. В режиме Analog Lab клавиатура будет полностью подвязываться к горячим клавишам и регуляторам аналога лэба. DAW как раз таки будет подвязываться к вашей рабочей станции. И режим User вы можете самостоятельно запрограммировать и как бы работать в вашем именно пресете. Фейдеров, как и энкодеров, 9 штук. Они удобные, они прорезиненные. Код у фейдеров довольно-таки большой и это очень радует. Можно прописывать автоматизации. Также благодаря этим регуляторам можно работать спокойно в Analog Lab, как и в Standalone режиме, так и в DAW. Энкодеры и фейдеры это отличная возможность расширить функционал миди-клавиатуры. Примерно год назад у меня на обзоре была Arturia Keylab 61 Essential. Я остался очень доволен этой миди-клавиатурой. Она гораздо дешевле, чем та, которая сейчас на обзоре. И меня приятно радовала ее небольшая компактность. Даже несмотря на 61 клавишу, она оказалась узкой, легкой, потому что она выполнена полностью из пластика. И мне было очень удобно с ней работать. Как по сборке, так и по внешнему виду у меня вопросов не было к этой миди-клавиатуре. Качество отличное, внешний вид потрясающий. По основным отличиям могу отметить то, что как раз таки Keylab 49 Mark II, которая сейчас на обзоре, она выполнена полностью из металла. И она довольно тяжелая. А Keylab 61 Essential, она была полностью из пластика. За счет этого клавиатура оказалась более расположена к транспортировке и вообще применению, к перемещению по той же студии. Хотите на столе юзайте, хотите на стойку поставьте. У Keylab 61 Essential кнопки были выполнены из силикона. И мне такое исполнение нравилось больше. Они также были с подсветочкой. По функционалу они ничем не уступали тем же возможностям Keylab 49. Но тактильно они мне казались лучше. Количество пэдов было меньше. Там было всего их 8 штук по сравнению с 16, которые у Keylab 49. По качеству они ничем не отличались. Что те силиконовые, что эти. И там, и там была скорость чувствительности нажатия. Супер. Но для меня лично, в чем была большая и заметная разница, конечно, это то, что фейдеры у Keylab 49 имеют более длинный ход. И поэтому для записи автоматизаций, прописывания каких-нибудь таких вот моментов для DEW было намного лучше. Так как у меня есть Presonus Fader Port, я очень к нему привык. И там довольно длинный ход самого фейдера. Поэтому у Keylab'а круто. Поменял бы я Keylab 49 на 61 Essential? Скорее всего, да. Потому что мне нравилось то, что та клавиатура была очень легкая. И я мог ее спокойно переносить там со стола на стойку. Либо же брать с собой куда-нибудь. По качеству клавиш она ничем не уступала. Тоже Keylab 49. Ну и по цене, конечно, она была довольно дешевле по сравнению уже с Keylab 49 Mark II. И по сути, мне не нужен тот дополнительный огромный функционал, который есть у Keylab 49. Меня полностью устраивал тот функционал, который был в 61 Essential. И поэтому для себя бы я выбрал ту клавиатуру. Но это не значит, что Keylab 49 намного хуже. Наоборот, она превосходит по функционалу и по своей сборке, которая выполнена из металла. Хочу вам показать заднюю панель этой MIDI-клавиатуры. Там есть все возможные вариации подключения. Есть кнопочка включения MIDI-клавиатуры. Есть разъем для подключения дополнительного питания, если вы будете юзать, например, планшет. Конечно же, USB-B порт для подключения к компьютеру. Разъемы сустейна для подключения педалей. H3 разъема AUX. Порты MIDI-in и out. Тут ECV-входа и выходы для подключения различных модуляторов, различных синтезаторов и прочих дополнительных инструментов. Которыми можно управлять с помощью Arturia Keylab Mark II. Кстати, касаемо самой игры. У меня есть секционный пианист, которого я зову на некоторые проекты. И я всегда ему предоставляю возможность поиграть на тех MIDI-клавиатурах, которые ко мне приезжают. И это не было исключением. Он встал за нее, поиграл и был тоже приятно удивлен. Вообще, ему в принципе нравятся MIDI-клавиатуры от компании Arturia. И здесь он тоже отметил, как и в 61 Essential, как и с моей Mark I, то, что клавиши ощущаются тяжелыми и отзывчивыми. У него даже возникало небольшое ощущение того, что MIDI-клавиатура немного даже передает игру, как на настоящем Forte Piano. Поэтому он остался доволен. И если профессиональный пианист говорит, что эта MIDI-клавиатура отличная, то, думаю, для простых пользователей, как мы с вами, она будет незаменимой. Эта MIDI-клавиатура произвела на меня хорошее впечатление. Я получил от Arturia Killab 49 Mark II именно то, что и ожидал. Приятный дизайн, отличные клавиши, дополнительный функционал в виде энкодеров, фейдеров, кнопочек транспорта, 16 пэдов, потрясающий софт в комплекте, чего только стоит Analog Lab. Интеграция MIDI-клавиатуры в мою DAW, в Studio One и даже FL Studio. Могу смело рекомендовать эту MIDI-клавиатуру как профессионалам, так и любителям. Стоимость в 650 долларов не смущает. MIDI-клавиатура собрана потрясающе, материалы топовые, она ощущается эталонной, внешний вид минималистичный и привлекательный. Все возможные вариации подключения, чего угодно и как угодно. Вы можете с этой MIDI-клавиатурой как гастролировать, так и работать в студии. А если вы профессиональный клавишник, то эта MIDI-клавиатура точно для вас. Если у вас уже есть это устройство, напишите свой отзыв в комментариях, мы давайте с вами это все обсудим. А с вами был Макс, это канал MyChoose. Дальше будет только много лучших видосиков, поэтому оставайтесь, подписывайтесь и ставьте лайкосики. Всем пока!